и снова привет привет канал flying fly продолжает серию своих открытий но сегодня мы занимаемся я занимаюсь немножко другой ситуацией в предыдущем видео я рассказывал про про телефон jiu f1 который я пытался получить на почте но оно пришлось с таможенным уведомлением ну так вот сейчас вкратце расскажу что было и как было когда я пришел на таможню приехал на таможню вот но перед нами телефон как видим заказывал я телефон черный с 8 гиговой карточкой за 3997 рублей но там на самом деле было чуть меньше но не в этом суть вот телефон заказывают именно у этого продавца но я думаю как бы что продавец здесь ни при чем изучила перед этим отзывы посмотрела что ни у кого проблем в россии не было с этим телефоном вот как и видим как раз мне такой чехол там прилетел вот в общем для тех кто не слышал пересмотрите видео по телефону где я рассказываю все в подробности сейчас я просто продолжу такую информацию про таможенное оформление про нотификацию про документы которые вам понадобятся и случае того если вам придет когда-то тоже телефон или что-то другое с таможенным уведомлением на почте мне сказали что сложно вычислительные такие машины очень часто заполняют уходит уходит в таможню и она их не предупреждает не пропускает вот в этот раз у меня случилось то же самое ну так вот значит после того как я записал видео я отправился на таможню таможнями находится за 25 километров от дома это выезд из города дабы живу я недалеко от выезда но как бы не вы так получается что мне нужно подняться в гору и там такой микрорайон который заканчивается которым последний он перед выездом города из города но недалеко в принципе от центра до туда но не в этом суть отправился я постоял в пробке на выезде потому что сегодня была пятница еле-еле нашел эту опалиху кстовский район нижнем новгороде кстовский таможенный пост во первых нигде нету адресов адреса нету во вторых и нигде не написано где точно находится в итоге на шару приехал в первое место она оказалась правильным вот приехала туда где-то в районе пол четвертого как оказалось сегодня в пятницу они работают то 16 45 но в общем в итоге я поднялся пока получил пропуск на территорию комплекса в котором находится там можно поднялся там здание на третий этаж и там был просто длинный коридор типично для советского такого союза для вынка как военкомате длинный коридор и много офисов но это эти этот этаж был полностью отдан под таможню попал я попал я в первый кабинет приемную встретил встретился лицом к лицу с девушкой которая как я понял пошла закрывать дверь потому что рабочий день заканчивался у них через десять минут она мне посмотрела на часы сказала то что у меня осталось 10 минут если меня примут могу попробовать пройти следующий там кабинет через три кабинета я вошел увидел картину что сидят люди люди форме должностные лица там было около шести человек ну и меня просили немножко подождать со своими документами потому что там сотрудник занимался какими-то делами где-то около пяти минут есть все дела ждал потом он забрал мне документы опять же попросил подождать ждал я где-то около наверное 30 минут за эти три суммы ко мне вышли один раз спросили что за телефон сразу был вопрос какая марка телефона там я ему говорю ну китайский там джа ю я на самом деле ну не вдавался в подробности что это за телефон какая у него марка потому что заказывал не себе заказывал брату брат у меня такой что он уже потерял кучу я ему уже и люмии и не люмии разные у него были смартфоны почему-то на сериал но не об этом вот я как бы особо не знал что джай джай там документов почему-то написано джей и ай ну как вот это вот буква джей и а я просто да они вроде как начали смотреть чего-то всматриваться там на скринах распечатанных да и в итоге в общем не нашли потом слышал я что они там кому-то пытались позвонить знакомым что ли сотрудникам тоже коллегам своим и узнать про не встречали ли они такие телефоны в итоге где-то через 30 минут ко мне вышли всего да там время где-то был 15 минут пятого уже большинство сотрудников покинули офис то есть при мне все выходили даже выключили свет в этом коридоре в котором я стоял видишь то я там стою но потом сотрудник когда выходил спрашивать что за телефон это все дело исправил но я думаю наверное для меня это сделал больше себя но не в этом суть вот через 30 минут ко мне вышли и мне сказали что ну сейчас илья и ты иди давай домой езжай отдыхай у нас выходные вот но как бы они сделали свою работу в принципе я к ним никаких претензий не имею очень все вроде разбирались времени теряли там не ходили как у нас любят советские люди но как я понимаю допустили и они и таможенник очень важную ошибку вот первое что мне надо было что они мне сказали что нужно предоставить скрин так сказать распечатанный магазина вот который перед вами потом нужно было скрин заказа который я делал и выписку выписку со счета выписку со счета банковской карты который я оплачивал по транзакции на сумму потом мне сказали что мне нужно поехать обратно на почту попросить у них там какое-то что же они спросили какой-то накладную на товары я так и не понял что это за накладная еще на почту честно говоря не возвращался поеду я это все дело делать понедельник то что сегодня пятница как бы из этого телефона за 4000 рублей смысла нету и особо к пишите пиша вать в другом любом случае я могу от как отказаться от приема посылки его отправят назад продавцу и деньги мне на карту обратно упадут вот и попросили так называемую нотификацию на телефон нотификация как раз это и есть разрешение на вот навоз товаров вот и собственно я пошел поехал домой опять и приш придя домой начал поиски нотификации по интернету мне так сказали потому что мне попросили все распечатать и приехать следующий раз когда точно они не сказали я спросил когда можно не сказали в любой день как бы они работают с пятницы по с понедельника по пятницу с 8 до 5 там вот в пятницу только немножко покороче у них день вот но собственно говоря придя домой я включил интернет компьютер стал искать по джаю я f1 так и ничего и не нашел нотификацию но нашел очень важную вещь все нотификации европейского ну такого евразийского союза в него там во по-моему входит казахстан россии белоруссия а вот лежат на сайте официальном вот он евразин комиссия он . орг да и в евразийской экономической комиссии вот то есть здесь я выберу выбрал наименование товара включает поставил условия и ну прямо так вот скопировал написал джаю f1 control of control c control c control f нажимаем смотрим найти ничего не найдено я такой ладно пошел дальше изучать форумы уже даже думал что телефон мой не въедет страну хотя в принципе я ну довольно таки много отзывов на этот телефон да только здесь вот 697 заказов и тут большинство смотрите россия но тут украина 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 россия фотографии даже с в россии дальше все смотрим смотрим так ну что то не грузишься дорогой но в общем вот то есть мы видим вот белорусы наши ребята да украина украина россия россии думаю ну не может быть такого что я один попала и нигде они в интернете нету такого по нотификации поэтому то 5 фотки даже пришли телефон он там есть фотографирует вот думаю ну блин ну не может быть такого что меня не пропустили одного может у меня карма конечно такая последнее время замечаю что меня что-то не так ну я методом тыка как бы решил просто посмотреть ну все телефоны джаю да там вся эта компания потому что она довольно таки крупные считается в китае я нажал просто текст джаю и в принципе увидел два результата вот меня очень сильно как бы на первое понимаю что джаю марки g3s и g4 мне как бы ну совсем не надо и меня заинтересовал вот этот вот номер нотификации так сказать я его открыл и что здесь написано телефон аппарат для сотовых сетей за для сотовых сетей связи модель джаю x y где x y комбинация латинский латинский латинских букв или цифр обозначает модификацию товаров с одинаковыми характеристиками с храстили с одинаковыми характеристики радиочасточных и шифровальных средств ну и что из этого следует то есть телефоны джа телефонные аппараты до сотовости джаю x y да то есть идея x y это цифра или буква в моем случае это именно так то и джаю цифра и буква но наоборот буква и цифра и как бы 2 как и на как и обозначено на этом сайте вот но почему-то не сотрудники не таможни в москве которые проверяли вскрывали мой товар не сотрудники почему-то уже моей моего отделения таможенного поста кстовского таможенного поста почему-то это не увидели и почему-то это все упустили мимо ушей вот и потратили очень много моего времени моего как бы сказать бензина который я потратил на поездки к ним не знаю стоил это этого телефон за четыре тысячи рублей или нет плюс мне еще придется еще раз съездить на почту потом еще раз съездить мне нужно будет к ним к стово и как бы опять вернуться на почту в случае если мне еще и разрешат как вы получите татабар вот но на этом моя история не заканчивается впереди надеюсь ждет еще распаковка этого телефона продолжу начну я распаковку этого телефона скорее всего с рассказа о том как происходило все это действие уже после то есть будет в понедельник во вторник не знаю когда я пока поеду вот но по факту ребята если вы столкнулись таким с такой ситуации то обязательно готовьте все документы обязательно когда уходите когда вы на почте получаете такого плана телефоны и документы но телефон или что-то там шифровальное шифровальное средство вы всегда просите у них еще какую-то квитанцию что ли он не сказал ну в общем накладную накладную на телефон к на котором как мне сказали мне и будут ставить увидом печати разрешение на получение то есть в моем к столовском таможенном посте почему посту посте пусть не знаю в общем на посту мне сказали то что ну без этого без этой накладной как бы ну не смогут они мне чем помочь вот и собственно вот вашего модели телефона там или что-то чего-то вы другого вводите нотификации потому что без нотификации вы не сможете получить его никогда в жизни пока не будет нотифицировать смотря на форумы я прочитал что нотификацию не так уж сложно сделать конечно с ней придется попотеть так сказать походить вопрос нужно ли вам это стоит ли этот вашего потраченного времени средств насколько я понял нотификация не несет за собой никаких платежей никаких пошлин но вам обязательно нужно будет доверенность вам нужно будет на от производителя от официального лица производителя от магазина чтобы они вам смогли чтобы они могли внести в реестр в данный реестр нотификации для возра на территорию таможенного союза вот сейчас я так понимаю ну в наши времена с кризисом не знаю кризисом санкциями на наложенный товар это может все как бы еще более более вскрыться потому что очень жестко стали придираться на таможне ко всему и вот как видите мой телефон который в принципе возится но я думаю каждый день в российскую федерацию один одна копия телефона вывозится почему-то я именно попал на эту нотификацию и вот мне приходится все это дело разгребать но ничего надеюсь я кому-то помогу этим видео спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки и до новых встреч пока пока